Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача 630. Нам нужно построить треугольник по заданной стороне. Вот отрезок P1Q1 – это сторона. По медиане P2Q2 и ещё одна медиана нам дана P3Q3. Вот по этим отрезкам нам нужно построить треугольник. Начнём построение с того, что проведём произвольную прямую. И на ней отметим произвольную точку. Эту точку обозначим А. Это будет первая вершина треугольника. Затем на этой прямой от точки А мы отложим сторону треугольника, данную. То есть отложим отрезок P1Q1. Для этого мы измерим его циркулем. И построим окружность центром в точке А и радиусом P1Q1. Окружность пересекла нашу прямую. Точку пересечения мы обозначим B, и это будет вторая вершина нашего треугольника. Теперь нам нужно из вершин А и В построить медианы. Это сделать сложно, поэтому мы поступим следующим образом. Мы воспользуемся свойством медиан. Медианы треугольника пересекаются в одной точке. И точкой пересечения медианы делятся в отношении 2 к 1, начиная от вершины. То есть медиана, которая проходит с точки А, выходит на противоположную сторону треугольника. До точки пересечения это будет две ее части, а после точки пересечения еще одна часть медианы. Таким образом нам нужно разделить медиану на три части. Ну вот, начнем с медианы P2Q2 и разделим ее на три равные части. Для этого мы построим луч. Из вершины P2 мы проведем луч. Луч L. И на этом луче отложим три равных отрезка. Выберем окружность произвольного радиуса и начертим ее с центром в точке P2. Окружность пересекла луч. Вторую окружность мы начертим того же радиуса, но с центром в точке пересечения. И третью окружность того же радиуса с центром в последней точке пересечения. И мы получили три точки пересечения окружности с лучом L. И эти три точки нам дают три равных отрезка. А теперь мы проведем прямую через последнюю точку пересечения окружности с лучом L и точку Q2. И проведем еще две прямые, параллельные этой прямой, но проходящие через точки пересечения окружности с лучом L. Одна и вторая. Что же у нас получилось? Три параллельные прямые пересекают луч L. При этом на луче L они отсекают равные отрезки. Тогда по теореме Фалеса эти параллельные прямые отсекают равные отрезки и на прямой P2Q2. Таким образом, они делят P2Q2 на три равных отрезка. Если мы обозначим точку пересечения вот эту K, то P2K – это будет две трети медианы, а Q2 – это будет одна треть медианы. То же самое мы сделаем со второй медианой. Мы построим луч из вершины P3 и на этом луче отложим три равных отрезка произвольной длины, но три равных отрезка. Теперь через точку пересечения последней окружности с лучом, назовем луч H, проведем прямую, то есть прямую и точку Q3. И теперь проведем еще две прямые параллельно этой прямой и проходящие через точки пересечения двух других окружностей с лучом H. На луче H у нас отложено три равных отрезка, а значит, если через концы этих отрезков, в соответствии с теоремой фалисой, фалисы проходят три параллельные прямые, то эти параллельные прямые и на второй прямой отсекают равные отрезки. Тогда отрезки, отсеченные на отрезке P3Q3 будут равны. И если мы обозначим точку пересечения L, то P3L это будет две трети медианы, а LQ3 это будет одна треть медианы. И вот теперь мы построим точку пересечения медиан. Для этого мы проведем две окружности. Измерим, циркулем отрезок P2K, это две трети первой медианы. И проведем окружность с центром в точке A. Теперь проведем еще одну окружность с центром в точке B. А в качестве радиуса мы возьмем две трети от второй медианы, то есть отрезок P3L. И начертим окружность с центром в точке B и радиусом P3L. Получим точку пересечения. Эта точка будет точкой пересечения медиан. Тогда соединим АО, проведем прямую АО и ОБ. И получим части медиан и точку пересечения медиан. А теперь мы сделаем следующее. Мы продлим прямые АО и ОБ. Продлим их. И на продолжение этих прямых отложим одну треть медианы. На одном продолжении и на другом продолжении. Вот эти точки как раз и будут концами медиан треугольника. То есть эти точки уже будут лежать на сторонах, на двух других сторонах треугольника. Тогда проведем прямую через точку А и точку пересечения окружности с прямой. И еще одну прямую проведем через точку Б и точку пересечения окружности с прямой. И получим треугольник. Обозначим третью вершину треугольника С. В этом треугольнике и обозначим концы медиан М и Н. Это М и Н – это точки пересечения. Точки пересечения. Тогда по построению АН у нас равно П2, Q2. По построению БМ равно П3, Q3. А отрезок АВ по построению равен отрезку П1, Q1. Значит, треугольник АВЦ является искомым. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.